Давайте откроем наши Библии сегодня. Сначала на 10 главе Послания к Римлянам, а затем мы посмотрим в 4 главу Послания к Евреям. Во-первых, Римлянам, глава 10, Слово Божие говорит. Начнем читать с 8 стиха, прочитаем 9 и 10 стихи. Но что говорит Писание? «Близко к тебе слово, устам твоим и в сердце твоем», то есть слово веры, которое проповедуем. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Теперь откроем Послание к Евреям, и вы знаете, в 4 главе, 4 глава Послания к Евреям, 14 стих. Сначала прочитаем 1 стих 3 главы. «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего исповедания нашего Иисуса Христа». Затем 4 глава Евреям, 14 стих. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божиего, будем твердо держаться исповедания нашего». Я буду здесь две или три недели, несколько недель, столько, сколько Господь поведет нас говорить о предмете исповедания, потому что так много путаницы по отношению к исповеданию. Проблема в том, что люди не идут к Слову Божьему, чтобы найти ответ. Некоторые говорят, что кто-то возвышает исповедание, кто-то унижает. Нам не надо возноситься, Писание говорит об этом, но не надо и уничижать. И у нас есть обочины по обе стороны, и люди так часто попадают из одной канавы в другую по библейским вопросам. С одной стороны, есть люди, которые говорят, «Знаете, я не верю в действие исповедания». Но если это правда, то они не верят в то, что Бог говорит. Потому что если вы не верите в действие исповедания, вы не христианин. Потому что мы читали, что устами исповедуют ко спасению. Мы показываем им, что если они будут этого держаться, то они не спасены. Они не христиане, они не народ Божий, потому что устами исповедуют ко спасению, И вы не можете спастись, не веря в исповедание. И затем, конечно, у этих людей нет времени, чтобы исследовать, что Слово Божье говорит об этом. И принять это. Они не понимают, чему учат Библия. Но затем у нас есть те, кто попал в канаву по другую сторону дороги. Они мало знают о том, что Бог сказал, оставляют Слово Божье и делают различные глупые исповедания, не по Слову Божьему. И это также глупо. То, что нам нужно, это идти к Слову. Смотреть, что Слово Божье говорит. Слава Богу! И тогда мы уверены, что наше исповедание соответствует Слову Божьему. Есть несколько видов исповедания в Новом Завете. Подробно рассмотрим четыре из них. Во-первых, мы находим Иоанна Крестителя и Иисуса, учащих исповеданию греха для евреев. Вы видите, они народ Божьего Завета. И Он требовал через Иоанна Крестителя, чтобы они исповедовали и возместили убытки. Затем второй вид исповедания — это исповедание грешника сегодня. Вы найдете в Евангелии от Иоанна, 16 главе, 7 по 11 стих, Иисус показывает нам, что грешник будет облечен Святым Духом в одном грехе. «Это грех, что не верует в Меня». Теперь мы видим, много раз люди настаивают, чтобы грешник исповедал все свои грехи, когда-либо совершенные, до того, как он был спасен. Хорошо, но если это так, то я все еще не спасен. Потому что я громко говорил, если это слышать, я спасен, я христианин, я рожден заново, уже почти 53,5 года. И каждый раз... На некоторое время приходят воспоминания о прошлом, но я не поддерживаю это, вы знаете. Я никогда не исповедую их, потому что я никогда не думаю о них. Я не исповедую им, потому что они не принадлежат мне теперь. Я стал новым творением с тех пор. Слава Богу. Вы слышите меня? Все старое прошло, все стало новым. Вам не надо думать обо всем, что вы сделали неправильно. Весь мир неправильный. Я говорю о грешниках. Весь мир неправ. И мы пробуем много раз сделать жертвенник исповедания. Но нет почвы для этого. И не будет. То, что нам нужно делать, это исповедовать Господство Иисуса. И теперь третий вид исповедания, о котором говорит Новый Завет. Это исповедание верующим Его грехов, когда Он вне церкви. Теперь разрушенные отношения производит немощи, потому что Иаков говорит, вы помните, признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Теперь четвертый вид исповедания найдем здесь, в этом стихе, о котором говорим Евреям 4.14. «Будем твердо держаться исповедания нашего». Это не может быть исповеданием греха. Не надо этого держаться, потому что однажды, исповедав наш грех, Он, будучи верен и праведен, простил нам. И это прошло и не вспоминается больше, но будем твердо держаться исповедания нашей веры. Слава Богу! Вот то, о чем мы говорим. Твердо держаться исповедания нашей веры. Твердо держаться исповедания нашей веры в Слово Божие. Твердо держаться исповедания нашей веры во Христа Иисуса. Твердо держаться исповедания нашей веры в нашего Небесного Отца, Бога Отца. Аминь, Отца нашего Господа Иисуса Христа. Теперь давайте возьмем каждый из этих видов по степени и рассмотрим подробно. Во-первых, мы возьмем грешника и его грехи. Очень важно делать различия между грехами евреев в Первом Завете, кому Иисус и Иоанн Креститель говорили, и грехом грешника, который никогда не встречал Христа. Теперь давайте пойдем в Матфея на минуту. Вы знаете Матфея 3 глава, стих 5 и стих 6. «Тогда выходили к Нему...» Здесь говорится об Иоанне Крестителе. «Тогда выходили к Нему Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская, и крестились от Него в Иордане, исповедуя грехи Свои». Теперь это картина народа Божьего, исповедующего Свои грехи и крестящегося от Иоанна. Это не христианское крещение. Иисус не умер и не воскрес. Они были евреи под законом. Теперь Деяние 19 глава 18 стих говорит о служении Павла в Ефесе. «Многие же из уверовавших...» Отметьте это выражение. «Многие же из уверовавших...» Прошедшее время. «Они уже уверовали. Они уже стали христианами. Они уже родились заново. Они уже стали новым творением во Христе Иисусе. Приходили, исповедуя и открывая дела Свои». Теперь, это были грешники из язычников. И когда мы видим, что они исповедовали... И очевидно, если мы читаем в контексте, что они исповедовали Свои чародейства, которые они практиковали, и они сожгли Свои книги. Вы знаете, что это была черная магия. Вы видите, нам надо понять, что они уже были спасены. Многие из них уже уверовали. Аминь. Не шли к вере, уверовали. Уже после рождения заново, после того, как стали новым творением. Им больше не нужно было все это. И в этом проблема многих людей. Вы слышите, как проповедуют? «До того, как вы спасетесь, вам надо выйти отсюда, оставить это, сделать то». Нет, вам надо захотеть этого, потому что грешник не может перестать делать это, потому что он грешник. Он грешник. Я имею в виду... Все это значит, он не может удержать грех. Теперь, покаяние означает изменение вашей цели, изменение вашей воли, изменение ваших мыслей. Послание, которое приходит от Господа, меняет мысли, меняет его цели, меняет его волю, и он желает оставить грех. Это как доктор Муди рассказывал. Мистер Муди говорил, что однажды молодая женщина сказала ему, «Мистер Муди, я хочу быть спасена, я хочу быть христианкой». Но она сказала, «Я люблю танцевать». Она имела в виду идти в мир и танцевать. И сказала, «Вы проповедуете против этого». И сказала, «Я пыталась это оставить, но я не могу». Мистер Муди был мудрым, и он сказал, «Давайте посмотрим. Пройдемте в комнату узнавания». Это так называлось раньше комната узнавания. Мы называем его теперь молитвенной комнатой. Люди приходят, как видите, в ответ на приглашение, идут в эту комнату и узнают о спасении. Мы молимся на них и дарим Писание, и они принимают спасение, как видите. И так он сказал, «Вы войдете в комнату узнавания, и вы отдадите сердце Господу Иисусу Христу». И сказал, «Вы можете танцевать сколько захотите». Хорошо. Она поймала его на слове. И когда следующее приглашение прозвучало, она вышла вперед, затем вошла в комнату узнавания, которую мы называем молитвенной комнатой, отдала сердце Господу, родилась заново, стала новым творением во Христе. И мистер Муди рассказывал, «Прошло около пяти дней, и он встретил ее на улицу, и она улыбнулась и сказала, «Мистер Муди, теперь я вижу то, о чем вы говорили». Тяга к мирскому прошла. Тяга к мирскому прошла. Вы видите, он изменяет сердца людей. Слава Богу. Аминь. Человек в слове, и тяга к мирскому прошла. Я не знаю, как вы, но я говорил себе о кулошке, которую я хотела. Аминь. Я не хотел лгать, а вы? Аминь. До того, как я был спасен, я был очень хорошим лжецом. Да, конечно. Но я родился заново, и с тех пор, как я родился заново, я больше не хожу путями лжи, и не хочу лгать. И вы знаете, я не знаю, как вы, но я крал все, что можно украсть. Я не хотел украсть что-нибудь. Я не знаю, как показаться людям, но я ругался. Я не хотел ругаться, но я ругался. Аминь. Я истинно вам говорю, вы видите, плотник иногда делает что-то плохое. Но я говорю о внутреннем человеке. И дело в том, что внутренний человек должен преобладать в будущем вашей жизни, не внешний человек. И ваш внутренний человек, новое творение, представляет ваше тело в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего, и не даст сообразовываться с веком с ним, но преобразует обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, блага и угодна и совершенна. Теперь перейдем отсюда, снова в Римлянам 10 главу, и посмотрим очень внимательно. Римлянам 10 глава, стихи 9 и 10. Мы знаем это и благодарим иногда за это. Иногда не беспокоимся, чтобы поблагодарить. Я заметил. Если уставить твои, будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Вы видите, когда вы начинаете исповедовать, вы не спасены, потому что спасешься. Теперь ответим 10 стих. Потому что сердцем верует к праведности. Сердцем верует в то, что Он прав пред Богом. Почему Он прав пред Богом? Потому что Он услышал благую весть. Он услышал рассказ об искуплении. Он услышал, что Иисус умер за Его грехи по Писанию. Он услышал, что Иисус воскрес из мертвых для Его оправдания. Вы видите, то же греческое слово, которое переводится «праведный» или «праведность», также переводится как «оправданное» или «оправдание». Также. Слава Богу. Сердцем веруют к праведности. Вы можете читать, «Сердцем веруют к правданию». Тоже греческое слово. Иисус умер по Писанию за наши грехи. Он воскрес из мертвых для нашей праведности, нашего оправдания, нашей праведности. Что это значит? Что мы можем быть правы перед Богом. Я прав перед Богом за то, что Он сделал. Слава Богу. То, что Бог сделал, я принял. Аминь. Он именно тот, кто сделал это. Он один, кто сделал это. Здесь что-то, что нам надо увидеть, что у нас есть. Пока мы здесь, время на 10 главе. На минуту пойдем во 2 Коринфянам. 5 глава, и мы знакомы с 17-м стихом. Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древняя прошла, теперь все новое. Все же, 18-й стих, все же, или все это от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою. Слава Богу. Смотрите, грешник не знает, что Он примирен с Богом Иисусом Христом. Он думает, что Бог все еще растержен на Него. Аминь. И давшего нам служение примирения. Итак, мы посланники от имени Христова. Аминь. Аллилуйя. Вы можете сказать аминь? Давайте посмотрим на 19-й стих. Он говорит, что Он дал нам служение примирения. Что есть служение примирения? Потому что Бог во Христе сделал что? Примирил с Собою мир. Мир примирен с Ним. Бог примирил. Я это принял. Вы видите, и это стало реальностью в моей жизни. Я заметил. Не вменяя людям преступлений их. Он говорит обо всем мире, не только о верующих. Не вменяя людям преступлений их. Миру не вменяются преступления. Еще другой перевод говорит, Он не подсчитывает и не держит против людей согрешения мира. Он уничтожил их. Он сделал это в Иисусе. Уничтожил их всех. Мы этого еще не видели. Мы должны увидеть. У нас не было откровения об этом. Должно быть. Аминь. Слава Богу. Но затем вы видите, я должен принять, как видите, и я сделал праведным пред Богом через Иисуса, через Его смерть и воскресение. Он умер за наши грехи в соответствии с Писанием. Он воскрес из мертвых для нашего оправдания. Итак, сердце верует к праведности. Он верит, что прав пред Богом, потому что услышал рассказ. Аллилуйя. И он поверил этому. Отмечу. И теперь он исповедует, что он спасен, потому что устами исповедуют, потому что устами исповедуют, потому что я прав пред Богом. Я исповедую, что я спасен. Аминь. Потому что с нами исповедуют ко спасению. Я прав пред Богом, потому что... Я что-то сделал? Нет. Потому что он сделал. Я принял это. Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Аминь. Я принял дар. Аллилуйя. Аминь. Итак, мы видим, что он сделал, что он сделал. Это все он. Теперь вы видите беду многих людей. Они стремятся делами проложить путь на небо. Да, я верю в добрые дела, и мы получим награду. Так Слава Божия учит нас. Слава Богу за хороших управляющих. Хорошая работа. Но все это наше хорошее управление, и наши добрые дела никогда не приведут нас на другую сторону. Я помню одну церковь, где я был пастором. Однажды я посещал членов моей церкви, и вот я пришел к женщине с мужем, и она никогда не приходила с мужем. И он никогда не ходил в церковь, в мою церковь или в какую-либо другую церковь. Никогда, нигде не ходил в церковь. Итак, я пришел посетить их в этот раз, и он был там, и я встретил его. Не в церкви, это стало церковью. Итак, я пришел на время, и он сказал мне, Брат Хейген, вы верите, что если я буду жить такой же хорошей жизнью, как вы, или как лучшие члены вашей церкви живут, то я изменюсь и стану достаточно хорошим, чтобы пойти на небо, как вы. Я сказал нет, нет. Я не приобрел никаких изменений по законам. Я живу правильной жизнью, и другие тоже, но я не иду на небо, потому что я живу правильной жизнью. Я иду на небо, потому что я родился заново. Я иду на небо из-за того, что Иисус сделал. Он заплатил за мое спасение, слава Богу, из-за его крови. Он сказал, Сэр, я хочу, чтобы вы знали. Вы говорите, что все это придет со временем. Но я наблюдаю за женой, она член церкви много лет, почти 20 лет, может быть, 16 лет прошло. И он сказал, Я знаю многих людей, я живу жизнью лучше, чем большинство из них. Он сказал, что если взять лучших членов церкви, которые у вас есть, и я поставлю вас рядом, нет ничего, чтобы они не делали, чего бы я не делал. Но вы не идете на небо, потому что вы не делали. Вы идете на небо из-за того, что вы сделали. Вы слышите меня? Потому что вы приняли Иисуса как Господа и Спасителя, исповедовали Его как Господа и Спасителя. Смотрите, вы не идете на небо, потому что вы не делали. Я не делал, он сказал. Нет ничего, чтобы они не делали, чего бы я не делал. Я живу лучше, чем члены вашей церкви. Я живу лучше жизнью, чем они живут. Не думаете ли вы, что я стал изменяться к лучшему? Я сказал, нам вообще не надо меняться, чтобы пойти на небо. Благословен Бог, Он все устроил, Бог все устроил. Нам не надо что-либо менять, чтобы пойти на небо. Нет, я сказал, Я не знаю, что вам еще сказать. Вы можете идти. Ну, нет, Он сказал. Мне надо изменяться в этом. Я расскажу вам, во что я верю. Я верю, что если я буду вести такую же хорошую жизнь, как вы, члены вашей церкви, у меня будет все меняться к лучшему. Я сказал, нет, 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 нет. У нас нет никаких изменений. Вы родились заново. Он сказал, я хотел поговорить об этом. Я сказал, вы знаете Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя? Тогда Он сказал, я верю в Иисуса Христа. Хорошо. Так же, как в Джорджа Вашингтона. Он сказал, я никогда не видел Джорджа Вашингтона. Он умер до моих дней. Но я читал историю. Я верю, что такой человек жил, и его звали Джорджа Вашингтон. Я верю тому, что я прочитал о нем. Я никогда не знал его. Я никогда не знал Авраама Линкольна. Он жил и умер до моих дней. Но я верю, что человек, которого звали Авраам Линкольн, жил. Я читал о нем в истории. Я верю тому, что прочитал. И так он сказал, я не знал Иисуса Христа. Но я верю, что человек, которого звали Иисус Христос, жил. Вы видите, он не верил, что он воскрес из мертвых. Я верю в то, что человек, которого звали Иисус Христос, жил, потому что я читал об этом. Я верю в историческую личность. Я верю, что он прожил правильную жизнь. Я верю, что он великий учитель. Я верю, что он оставил нам хорошее наставление для правильной жизни. Но я еще не спасен. Покажите мне, где это написано в тексте. Я закричал. Исповедуй своими устами Господа Иисуса и верь в своем сердце, что Он воскресил Его из мертвых. Бог воскресил Его из мертвых. Если Он не воскресил Его из мертвых, тогда нет спасения. Аминь. Но вы видите, он не верил, что Бог воскресил Его из мертвых. Он верил, что Иисус был историческую личностью, как Авраам Линкольн, как Джордж Вашингтон. Нет, нет, я сказал. В Библии говорит, сам Иисус сказал, что вы должны родиться заново. Рожденный от плоти есть плоти, рожденный от Духа есть Дух. Хорошо, я верю, что Иисус был хорошим человеком. Он оставил нам хороший пример. Я говорю вам, что я верю, что я стою, чтобы пойти на небо. Надо просто измениться, как вы, члены вашей церкви. Я сказал, брат, у нас нет никаких изменений вообще. Вы один, кто изменяется, я говорю вам со слезами. Вы идете прямо в ад. Говорит, со слезами. Иду прямо. Благодарение Богу у нас не было никаких изменений. Аминь. Ответим, что сердцем веруют к праведности. Римлянам 10.10. А устами исповедуют ко спасению. Аллилуйя. Здесь истинное исповедание веры, которое делает грешник. Прямо здесь. Вы видите, грешник служит сатане. Он дитя дьявола. Он виновен только в одном грехе. В отвержении Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Теперь откроем Ивангелие от Иоанна. Я упоминал об этом раньше, но мы вернемся, чтобы прочитать весь отрывок Писания. Ивангелие от Иоанна, 16 глава. Давайте отметим. Ивангелие от Иоанна, 16 глава, 7 по 11 стихи. «Но Я истинно говорю вам, лучше для вас, что полезнее для вас, хорошо для вас, чтобы Я пошел. Ибо если Я не пойду, утешите». Вы знаете, что Он говорил о Духе. «Не придет к вам. А если пойду, то пошлю Его к вам». И Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. Отметим здесь. «О грехе, что не веруют в Меня». Видите? «О правде, что Я иду к Моему Отцу, и уже не увидите Меня. О суде же, что князь мира сего осужден». Видите? «О грехе, что не веруют в Меня». Итак, Бог требует нашего исповедания Господства Иисуса. Это истинное покаяние. Это истинная вера. Когда мы требуем от грешника, чтобы он исповедовал свои грехи до того, как он стал новым творением, это как сцена, когда правитель государства, откуда вы, говорит какому-то заключенному пожизненно. «Я прощу тебя, если ты исповедуешь, что ты в тюрьме». Но это его свидетельство. Аминь? Это само собой разумеющийся факт, что грешник — дитя дьявола. То, что он должен исповедовать, — это господство Христа. Я отмечаю это. Вернемся к Римлянам, 10 главе, 9 стих. «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом...» Или Марджин говорит, греческий текст говорит, «Иисуса как Господа». Вы исповедуете Иисуса как Господа. Это значит, «вашего Господа». Это значит, что Он — Господь вашей жизни. Аминь, не так ли? Он — Господь вашей жизни. Исповедуйте Иисуса как Господа. Исповедуйте затем ваше спасение. Устами исповедуют как спасению. Другими словами, мы должны дать Иисусу главенствовать в нашей ежедневной жизни. Исповедание господства Иисуса — это самое сердце Евангельской вести. Лишь немногие верующие действительно знают, что это значит в их жизни. И это нужно сделать абсолютно понятным для неспасенных. Римлянам 10, 9 и 10 — это не об исповедании наших грехов, но об исповедании Его господства над нашими жизнями.